Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы с вами пришли уже к недельной главе Вайдханан, Шаббат. Находимся перед Шаббатом. Вообще раздел Вайдханан содержит одну из самых главных частей декларации еврейской веры. Шма-Израиль. Это именно в нашей недельной главе. Говорят каббалисты, что сущность человека состоит из 248 аспектов. И, соответственно, число органов. Все творение тоже делится написано в мире на 248 частей. И они соответствуют 248 органам человека. И те, и другие должны быть исправлены, когда мы говорим слова о молитве Шма. Это очень важная и серьезная вещь, молитва Шма. Намного серьезнее, чем многим кажется. Что говорится там? И повторяя их слова этой молитвы сынам своим, произноси их, сидя, лежа, вставая, и так далее. Тора требует одна, чтобы правильно вы произносили и вовремя. Дважды в день, утром и вечером, строго отведенное время. Значит, говорится два. Да, это же молитва же. Кроме того, что обычно еще мудрецы или говорили Шма в постели. Обратите внимание, что в истории с Голиафом, великаном, филистимлянином, который терроризировал евреев, ходил там 3000 лет назад, и был сражен в единоборстве с маленьким хрупким Давидом, который стал целем потом, впоследствии. Написано в Талмудическом трактате Сатана. Раби Яханан так комментирует стих. И Голиаф приходил каждое утро и каждый вечер, написано. Никто не обращал внимания. Филистимлянин специально атаковал евреев часы, когда надо, чтобы пытаться внушить страх в них, когда надо читать молитву усташнюю, помешать им сосредоточенно ее прочитать. Голиаф понимал, что сила евреев была в их устах. Более того, написано, что слабая концентрация внимания при чтении Шма ведет к поражению в войнах. Ну, наверное, не всегда, а в этот день. Мы пришли к шаббату уникальному. После многих проблем, после тяжелых дней, которые все начинается, шаббат утешения. Шаббаты, которые уже утешаются. Утешайте народ мой, сказал Бог. Говорите к сердцу Иерусалима, слова такие замечательные, и возвестите ему, что наполнится он воинством своим, что прощена вина его. Ибо вдвойне он был наказан Богом за те грехи. То есть, Бог говорит, ну хорошо, вы уже более чем наказаны, давайте перейдем теперь к утешению. А это период утешения начинается. Нам целое надо понять, что надо прекратить скорбить, надо утешаться, надо смотреть. Другой период, да? А можно ли вообще утешить? Давайте разберем это вот после разрушения храма. Одно дело утешить скорбящего, потерявшего там кого-то. Ну, и нам ему надо научиться жить уже без ушедшего человека. Какой смысл говорит слава утешения народу, лишившегося своего духовного центра. Он его мечтает отстроить заново, но пока только созрцает развалины, как для жизни утешения. И мудрецы говорили, Талмуда, что скорбящий выходит из своего состояния траура только в одном случае, когда потеря необратима. Когда действительно ушел человек и что уже сделаешь? Если он жив, скорбь не ослабевает с годами ни под каким видом. Так было с нашим праотцом Яковом после загадочного исчезновения для него, любимого сына. И Иосифу он оставался безутешен много-много лет. Никто не мог его утешить. Поэтому мы не скорбим, точнее не только скорбим о храме. И мы еще молимся, чтобы он был восстановлен. Но на самом деле мы продолжаем чувствовать какое-то его присутствие. И поэтому люди сходят к стене плача. Да, это не в ореоле славы сегодня. Но западная стена храма это символ вот этого божественного присутствия. Так написано. Написано, что оттуда в многие века она стоит. Вообще, обратите внимание, непоколюбимая она стоит. Ничего нельзя с ней, никто не делает. Так сказано у пророков. Тысячи лет назад сказано, будет своя стена. И не отойдет от нее божественное присутствие, что еще более важно. Но кто мог такое? Римляне дали команду перепахивать Иерусалим. Могли взорвать 400 раз. Иернандзе все. Нет, тысячи лет назад пророки сказали, будет стоять западная стена. Она стоит. Она стоит. И эти утешения, которые говорят на этой недельной главе, относятся не только к будущему, но и к настоящему. Вот почему пророк Ишиягу что говорит нам? Дважды утешайте, утешайте. Нахаму, Нахаму, Аминь. Утешайте, мой народ, для будущего и утешайте для настоящего. То есть значит, что перед нами поворотный момент. Если мы сами его не упустим, поворотный момент на все хорошее. И не случайно мудрецы сформулировали девиз в настоящем времени. Тот, кто скомбит об Иерусалиме, удостаивается в очи видеть, как его заново отстроят. Не удостоится, а удостаивается. А тут надо немножечко покумекать. Шаббат шалом, шаббат не шаму. Ну что еще можно сказать? Утешаемся. Брахава от слаха.